Вселите им в бошки, что семья это важно. Мужчины, общайтесь с детьми. Это очень привлекательно для женщин. Но женщины, мы же змеи. Ты за маму, и за папу, ты мапой с двух рук просто. Ширинки, шорты, все. Как сейчас говорят, мы вот типа кораблик любви, и не предупреждают, что там 90% корабликов разбивается, да. Сын, собака и чувство юмора. И ты такой, эхей, вот она, моя новая счастливая жизнь. Ценность брака вот такая. Ну, твой идеал. На том харте приходит только не дева. Если только мужчина просто залетит в окно, и как бы может мы еще познакомимся. Здравствуйте, я газ проверять пришел. Всем привет, дорогие друзья. Очень рада приветствовать вас на новом выпуске подкаста. Мы тут посчитали, что это уже пятый юбилейный выпуск. И сегодня у нас дико интересная тема. У меня в гостях Оля. И вы писали мне прямо в комментариях. Можете другие подкасты посмотреть. Обязательно посмотрите, если не смотрели. Арина, пожалуйста, позови кого-нибудь, мамочку какую-нибудь, которая воспитывает ребенка или детей одна. Вы просили, мы сделали. Тема выпуска «Разведенка с прицепом». Оль, привет. Всем привет. Привет. Сразу ответь, пожалуйста, что мы с тобой договорились, что я могу называть тебя «Разведенка с прицепом», что я не такая абьюзерша, как сейчас начнут мне писать. Да, все можно, все можно. Все, прям совсем все? Ну, да. Будем считать, что да. Давай немножечко о тебе сейчас расскажем, чтобы люди понимали, кто ты, что ты. Кем ты работаешь? Я работаю копирайтером. Пишу людям классные тексты и блогерствую тоже. Я, естественно, оставлю все-все-все-все ссылки на Олю в комментариях, в описании к этому видео обязательно посмотрите тоже. И расскажи, пожалуйста, у тебя сколько детей? Вообще четыре. Все из тебя? Это шокирует. Нет, из меня вышел только один человек. Ему четыре, его зовут Федор. Он классный парень. Остальные трое откуда? Остальные трое, это мои племянники, потому что такая у нас нетрадиционная семья. Мы воспитываем детей вместе с сестрой, ведем с ней совместное хозяйство, воспитываем детей, собак, переезжаем, меняем города. Пока еще не странно, но ладно. Это вы сколько, получается, недели две назад переехали в Кемерово? Да, мы переехали в Кемерово. Из Новокузнецка? Да, из Новокузнецка. Как тебе, Кемерово? Отлично. Отлично. Красивый. В сравнении с Новокузнецком, да, да простят меня, новокузнечане, но пока все мне нравится. Расскажи, как так случилось, что вы с семьей стали сестрой, да? Ну ладно, вы когда-то были с ней такой растущей вместе с семьей, а потом бах, и вы вместе снова съехались. Когда это произошло? Сколько было лет ребенку? Ребенку было моему два года. Я жила на тот момент в Новосибирске, и когда уже дело близилось к разводу, я вернулась в родной город, в Новокузнецк, мой родной город. В Новосибирск я уезжала с мужем и собакой, а вернулась с ребенком и собакой, но уже без мужа. И я вернулась обратно к сестре за моральной поддержкой и физической тоже. А она тоже развелась? Она к тому времени тоже развелась, и она с тремя детьми и одной собакой. И мы, в общем-то, объединили свои усилия и решили, что вместе будет легче, проще. Это прям классное решение. Да, еще ни разу не пожалела, потому что модель женщина и женщина, она прям рабочая. Потому что никто не поймет женщину в разводе так, как другая женщина в разводе. Вот, кстати, да, с кем легче жить? С женщиной или с женщиной? Ну, с женщиной. Потому что у нас с ней практически идентичные взгляды на воспитание детей, и проще договариваться. А если бы с мужчиной были идентичные? Ой, это было бы классно, но мне даже написали однажды, что у вас... Как вы воспитываете, как распределяется вообще, где чьи дети, где заканчивается зона ответственности на одного ребенка? Да, вот ты же отводишь их всех в садик, ты там всех их забираешь. Ну, в нашей странной семье сестра, у нее просто работа в крупной компании, ответственно, пять дней в неделю, а я на фрилансе, у меня больше, скажем так, свободного времени. Поэтому я как менеджер семьи, я организую доставку детей. Весь тайм-менеджмент на тебя? Да, да, да. Поэтому вот так как-то распределилось, потому что вообще, когда мы объединились, мы обе в разводе остались в декрете, и обе были без работы. Вот, да, я хотела спросить, вот ты работаешь на фрилансе, то есть до развода у тебя не было этой возможности, не было удаленной работы? Нет. То есть это было уже такое сознательное решение после развода, что мне надо что-то делать? Потому что что делать? Вот у тебя остался маленький ребенок, да, ему там два года, ты говоришь? Это очень сложно было, потому что в твое положение никто не входит, и надо что-то делать. И вот я вернулась в родной город, я в декрете, ребенку два, я без работы, надо что-то делать. Сестра развилась, когда ребенку младшему было полтора, старшему было там, по-моему, 14 и 5, по-моему. Средний между ними? Средний мне было 5, да, 5, и как бы всем пришлось непросто. Ей точно так же пришлось выходить на работу, но у нее, она была в декретном отпуске, и ей было куда выходить, поэтому... А мне не было, потому что я здесь все свернула в Новокузнецке, переехала в Новосибирск, из Новосибирска вернулась... В никуда, по сути? Да, я просто вернулась, потому что так чисто физически с ребенком было легче, потому что в Новосибирске у меня не было родных людей, поддержки, и я просто вернулась, потому что так было проще. А вот когда вообще вот это вот известие о разводе произошло, когда, ладно, я не знаю, вы пришли к этому, что вы хотите развестись, у тебя какие были опасения, и оправдались ли они в последующем касательно твоей новой жизни с ребенком? Я думала об этом, самое ужасное, что было, вот не сам развод, что вот он прогремел, а то, что в моей картине мира распалась вот эта вот семья полная. И это было больнее всего. То есть сам развод, ну, мне нравилось, что я как бы в браке, что я такая ячейка общества, все стандартно, все как у всех. А тут что, ты в разводе, ты с ребенком, а дальше что? И самое страшное, какие опасения были. У меня не было опасений не выйти снова замуж, у меня было, у меня были опасения, как теперь воспитывать мальчика. Я мама мальчика, откуда он теперь будет брать пример? Потому что папа Федора остался в Новосибирске, у него там работа, у него там жизнь, да, и он со мной не поехал, а я не стала оставаться там. То есть я выбрала, как будет лучше мне и ребенку, ну, папа вот выбрал, как, ну, в его ситуации, как будет лучше ему. Поэтому он приезжает, и опасения по-прежнему есть, как воспитывать мальчика, потому что никто не рассказывает. Ну, за эти годы как-то что-то ты нашла, какой-то, возможно, выход, что-то еще, хоть немножечко какие-то примеры? Да, кроме того, что ты за и за маму, и за папу, ты мапа, и поэтому ты учишь всему. Как? Физиология элементарная. Да, как это делать, писать стоя, как? Да, ну, вот все вот эти физиологические, ты думаешь, боже мой, вот мне когда-то придется... А где самой это узнать? Да. Вот, я, блин, я, правда, я не знаю, может, вы знаете, я не знаю, как писать стоя. Правда, как писать стоя? Ну, ты-то, понятно, что уже поняла, как это делать, научила человека. У меня однажды была ситуация, когда мы стоим в магазине, и я с двумя, с племянником и с сыном, и они стоят мне и говорят, мы хотим писать. И второй говорит, и я. И я выбегаю из магазина, а он такой с лестницы, я выбегаю, ищу ближайшее укромное место, и просто вот с двух рук просто шееринки, шорты, все. И, ну, тут момент, ты вообще не думаешь, как на тебя там на улице смотрят, потому что нужно все делать быстро, ну, как бы, ну, нормально, с этим можно справиться. А сама ты росла в полной семье? Я росла в полной семье до самого вот своего взрослого возраста, я вообще не знаю, что такое развод, лет до десяти. А потом ты откуда узнала? В школе, нет, в школе. Пришла девочка и рассказывала, что она живет с мамой и братом. Для меня это был просто вот шок. А папа где? Она говорит, ну, мы без папы. Я говорю, как так? Так не бывает. Она говорит, нет, бывает. Слушай, так интересно, потому что это же девяностые, и в девяностых, мне кажется, почти все были разведены. Вообще никого. У меня в окружении, у родителей не было разведенных пар. У меня в семье вот бабушки, дедушки, тети, не было вообще ни одного развода. Вот мы с сестрой первооткрыватели, и, ну, конечно, такие, я не могу сказать, что паршивая овца, но такие первопроходцы. Блин, потому что вот я росла в неполной семье. И у меня вокруг, вот я недавно вспоминала, готовясь к этому выпуску, что у меня была только одна знакомая, у которой был папа. Все остальные, кого я знала, ни у кого не было пап. Вообще ни у кого. В классе, в окружении, во дворе ни у кого вообще не был пап. Поэтому у меня такое впечатление саживает, что в девяностые разводились просто все. Как сейчас говорят, мол, типа, кораблик любви, и не предупреждают, что там 90% корабликов разбивается, да. Вот. И мне кажется, что и тогда, и я первый раз встречаю случаи, которые вот такой, а у меня все абсолютно были. Да. Мне наоборот кажется, что сейчас все разводятся. Да. Разводятся. Но сейчас, да, сейчас я тоже. И мне, когда я вот общаюсь с каким-нибудь там подписчиками, девчонками, и узнаю, что у них, например, какой-нибудь ребенок с особенностями. И она про него рассказывает. И вот мы ездили на реабилитацию там. Я, папа, и я такая, папа, ребенок с особенностями, и папа остался. Ну, вообще, респект вам, ребята. Я вчера тоже наткнулась на семью, где из троих детей двое с особенностями, и тоже папа в семье, и я смотрела, и я поймала себя тоже сначала на мысли, думаю, нифига, ты молодец. А потом думаю, в смысле ты молодец? В смысле молодец, это нормально? Ты такой же родитель. У тебя, как бы, это твои же дети, это твои же гены. Почему вот такая... Ну, говорю, я могу это обосновать тем, что у меня действительно в окружении никого не было из полных семей вообще. То есть для меня это что-то такое, вау, ничего себе, вот это да, и я в один момент такая решила, думаю, ну, значит, мне нужен такой мужик, с которым вот я создам вот полная семья, начнется с меня, значит, в моей семье. Вот так тут. Вот, ну, пока что получается, дальше посмотрим. Вот, если говорить, что мужчина это действительно такой же полноправный родитель, то есть для меня это... Вот мы в прошлом подкасте обсуждали с психологом, что для меня, когда мы говорим о том, что родитель точно такой же, для меня это значит, что он на физическом уровне точно такой же, там дети болеют, он к ним так же встает, что если тебе куда-то там надо уйти, он без проблем тебя подменяет. И это не так, что, о, боже мой, я не знаю, как там он с детьми будет, а что это ты оставляешь, а как бы они с отцом, я пошла. И я сталкиваюсь, знаешь, с чем? Есть такое, прям даже такая фраза, что мужчина, когда разводится, он разводится и с детьми. Вот, и почему мужики многие, не все, не все, да, но многие в браке любят ребенка и женщину, потом, когда случается развод, они перестают, как будто бы перестают любить детей. Почему так происходит? Почему? Нет, ответ, это надо мужчину звать в разводе, который не общается с семьей, и надо у него спросить, у меня такой же. Я не могу сказать, у меня общается ребенок с папой, это было, конечно, очень сложно, потому что, когда я уехала, именно мне нужно было налаживать этот мостик. Потому что Фед был маленький, и он не оставался ни с кем, кроме меня, вообще. И когда первый раз папа приехал, он с ним просто не пошел. И мне пришлось просто перешагнуть через себя, взять сына за руку, дать руку сына отцу, и мы втроем гуляли. При том, что нам друг друга нечего было сказать, все было очень остро, тяжело морально. Но я это делала ради того, чтобы потом я могла из этой тройной цепочки самоустроиться, и они могли своей, там, мужской компанией, уже бывать где-то вдвоем. Вот только ради этого. Почему папа уходит и потом вообще вычеркивает все, это вот ситуация сестры. Трое, трое твоих детей. Со старшим, из которых ты 14 лет его воспитывал, а потом просто развернулся и ушел. Это ужасно. Ужасно для всех троих детей, для женщины, и абсолютно непонятно. У меня единственное, какое предположение, возможно, есть, что тебе, по сути, больше не нужно тратить моральные силы на ребенка. Потому что дети, они, конечно, классные, ты их любишь, но они же высасывают из тебя энергии, засранцы такие. Тебе в большинстве случаев больше не надо тратить никакие финансы, потому что, ну, подавай на алименты белые зарплаты. Простите, у многих сейчас никакие, да? Что ты от меня хочешь? Вот. И, по сути, ты, как бы, освобождаешься от женщины, которую ты, возможно, там, разлюбил, да, или которая, как ты считаешь, тебе там, как-то насолила что-то еще, да? Ты освобождаешься от этого морального времени, и ты такой, эхей, вот она, моя новая, счастливая жизнь. В общем, общество вообще не порицает. Да. То есть, как ты сказала, да, папа остался в семье, молодец. А папа поступил, как и должен был поступить, нормальный мужчина. Ну, не уходить из семьи, потому что сложности, а остаться, потому что он такой же родитель. Здесь обстоятельства разные, вы перестали быть мужем и женой, окей, дети твои остались. Но общество, вот как, я не знаю, там, в советское время, если мужчина разводился, его там полоскали на всех там партсобраниях, и он 300 раз еще думал, может быть, мне не стоит уходить. А здесь сейчас такое бытует, что, ну, люди разошлись, ну, ладно, что теперь? Никто... Сейчас развестись, кстати, намного легче. Намного легче. И морально легче, потому что ты как бы вступаешь в брак, и ты понимаешь, что, ну, все разводятся, значит, ничего страшного. Ценность брака вот такая. Ценность брака вот такая, нужно развестись. Да. И мужчине, получается, он понимает, что если он разводится, он просто начинает новую жизнь. Он такой переворачивает и пошел. Ну, не все, конечно, конечно, не все. Но вот этой вот европейской, например, или американской системы, когда вот ты прям 50 на 50, там, 4 дня он с мамой, 3 дня он с папой, и он наравне, там, водит его в школу, в кружки, он в курсе всех дел, там, они вместе ходят, там, болеть на него, на какие-то соревнования. Вот у нас этой системы нет. Я только один раз ее встречала у реального, как бы, у реальной пары. Больше ни разу. В основном у нас не умеют разводиться цивилизованно и очень мало сохраняют нормальные отношения. Для меня это всегда герой. Я тоже там слежу за блогом одной девочки. Она повторно вышла замуж, у нее дети, и они дружат с семьями. То есть у него новая жена, у нее новый муж, и они прям дружат с семьями, друг друга перекидывают детей. Я смотрю, думаю, вот этого дает. Это лучше, чем... Это насколько ты мудрая женщина, и насколько ты все смогла. Потому что, ладно, мужик, он там, возможно, согласен, будет такой хороший, какой-то добротный мужчина. Но женщины, мы же змеи. Ну, откровенно говоря, вот я такой человек, что если я рассталась, до свидания, адьёс. Да, допустим, если есть дети, я представляю, что, скорее всего, да, надо как-то что-то там через себя переступать. Но как это делается? Это же очень тяжело. У тебя есть какие-то практические методы, не знаю, для девчонок, которые вот сейчас вступают в развод, как им ради детей наладить отношения? Я не говорю о тех случаях, когда там мужик, знаешь, ну, прям совсем конченый, он там сбивает ребенка, что-то еще. Ну, нет, мы такое не берем. Да, когда просто вот так случилось, что семья распадается. Если мужчина готов, если он готов остаться родителем и готов слушать, что нужно делать, вообще готов к диалогу, даже после развода, не будем брать, какие у вас отношения, но если он ради ребенка готов вообще к какому-то диалогу, это круто. То есть в идеале сесть и поговорить, что как сейчас будет, вот такие вот исходные данные, что мы с ними будем делать. Ты готов вот это, вот это, вот это. Но это надо как-то сделать, видимо, не на самом пике, когда вы прям вот эта самая больная рана. Единственное, что должна понять каждая женщина, которая разводится с не самым конченым мужчиной, что ради ребенка ей придется свои обиды прорабатывать отдельно от ребенка. Ты прорабатываешь свои обиды. Но когда приезжает отец ребенка, вы ему показываете, что вы общаетесь цивилизованно, вы можете там поговорить. Не просто ты ему там молча вывела ребенка из подъезда, он его посадил в машину и увез. Чтобы ребенок видел, что мама с папой. Да, чтобы мы могли. Ты можешь спросить, как у него дела, ты можешь там какие-то там о новостях каких-то, что там что-то перекинуться парой слов. Или как Тимати со всеми своими женщинами полететь в отпуск с детьми. Почему нет? Почему нет? Так, конечно, было бы классно. Я полетела, вообще не проблема. Я бы даже, я в принципе обеими руками за то, чтобы они больше общались. Я бы хотела, чтобы там папа приезжал чаще. Ну, в силу того, что он работает в другом городе, он приезжает настолько часто, как он может. И за это ему спасибо. Но, опять же, ты думаешь, блин, ну это мало, ну это мало, это недостаточно. Что такое там раз в две недели, что там можно наотцовствовать, но это лучше, чем ничего. Вот мне сестра так же говорит, это лучше, чем ничего. И когда мы сравниваем с ничего, он сразу такой молодец. А когда мы сравниваем с 50 на 50, ну уже как-то маловато. Я тебе могу сказать, что вот в своем детстве я помню, как три раза я видела свою папу. Я помню каждый раз. Первый раз я помню в три года. Он пришел ко мне на день рождения и подарил мне игрушку. И эту игрушку я не выбрасывала до тех пор, пока мне не пришлось уйти из дома. Как бы она там и осталась. Вот, и я помню, и у меня за счет этого сохранились очень хорошие и теплые воспоминания о нем. Три раза я его видела в детстве. Вот. И да, там были моменты, опять-таки спасибо моей маме, да. Она говорила, да, что-то иногда плохо, но не так, что это было на постоянной основе. Все равно она что-то иногда хорошее мне рассказывала. Не сильно отважилась. Да, и поэтому у меня была такая, знаешь, ну, картина, что папа он где-то есть, папа он хороший. Да, потом мне пришлось прорабатывать с психологами свои там ожидания от образа отца, да, свои какие-то проблемы, которые я принесла в свою семью. Потому что у меня не было примера общения, да, с мужчинами. Вообще, опять-таки, все разведены вокруг. И у меня, в принципе, не было примера общения с мужчинами. То есть, как, вот, была одна семья, и все, вот, я их только видела, ну, и какие ты выводы из этого сделаешь. Вот. И в связи с этим у тебя есть какие-то опасения, что у тебя Фет вот вырастет, и возросла в жизни, и как-то отразится. Конечно, конечно. Конечно. Я тоже хочу, чтобы мой ребенок вырос и понимал, что мужчина в семье это абсолютно нормально. Что нести ответственность это нормально, что не уходить это тоже нормально. А даже если ты ушел, уходить цивилизованно, там, как бы, оставаясь человеком, мужчиной и всем остальным. И опасения, вот, ты их выше крыши. Потому что вот эта фигура мужчины, она должна присутствовать. Поэтому вот, если у девочек есть, там, брат, там, дедушка, какой-то тренер в школьной секте. Да, я слышала, что многие мамы ищут именно мужчин-тренеров. Вот, чтобы он видел, чтобы он, допустим, свои, вот, вот он, допустим, подерется в школе. Я, конечно, учу не драться, но мы пока... Ну, это жизнь, они все равно будут драться. То есть я учу драться, а кто-то не учит. У меня дети каждый день дерутся. Ну, я думаю, что у нас не дерутся. Все втроем в одной куче. И он, возможно, не придет с этим ко мне. А если, ну, он, там, допустим... Ну, задружится с физруком и пойдет к нему, грубо говоря. Да. Он должен прийти и сказать, мне вот в нос дали, что делать. Знаешь, я сейчас вспомнила, что когда мне было, наверное, лет 20, я работала в, там, одном обучающем агентстве. Вспомнила, что у директора был такой проект. И что там, по-моему, куда-то, видимо, загнулся, раз о нем сейчас не слышно. Но сейчас я подумала, какой классный проект. Она организовывала мастер-классы или как это, кружок для мальчиков. И преподаватели были только мужчины. И они учили их забивать гвозди, делать всякие там мужские штуки, завязывать галстуки. Ну, просто вот все мужские разные штуки. И это было ориентировано именно на мамы-одиночек с сыновьями, чтобы у них был какой-то пример. И вот сейчас я в процессе слова вспомнила, думаю, куда делась. А сейчас такое тоже есть. Классная тема. Есть такой папа-героев, он не у нас, ой, не соврай, в Челябинске, что ли. Он, не знаю, как это назвать, франшиза. В каждом городе, ну не в каждом, где там он уже распространил свои сети, выбирается что-то вроде отца-наставника. Отец, у которого есть свои дети, такой прям хороший отец во всех смыслах, который готов стать наставником для остальных мальчишек. Для тех, у кого вообще нет никакого примера. И это что-то типа школы отцов, он их там обучает, как нужно взаимодействовать. Потому что мальчишки в каком-нибудь пубертате, это вообще не так ужасно, как девчонки в пубертате. Но все равно. Слушай, вот если касательно темы примера, как Фед вообще реагирует на мужчин? Если он с кем-то общается, с какими-то друзьями твоими, либо с папами своих друзей, какая-то есть особая реакция или нет? Да. Ты замечаешь? Да. Чувствуется, что ему не хватает. Он пытается насытиться? Да. То есть вот это вот, если он видит, у нас есть друг семьи, он хороший семьянин, и вот когда он приезжает в гости, и он там, например, очень участливо начинает, что у тебя новый велик, он классный отец. И пацаны этим всем просто вот, они начинают тащить ему все свои машины. На голове стоят мужчины. Что нужно починить? А смотри, как я могу. И он так искренне всем этим восхищается вообще. И видно, что мальчишки все, они там, они рядом с мужчиной, которые вызывают у них там какие-то приятные чувства, доверие, там авторитет какой-то. И это чувствуется. Если мы говорим о том, что для Феды это хороший пример. Я опять-таки, пока готовилась к выпуску, я полезла на форуме мужиков, которые разведенки с прицепом, и все вот это вот такое. И среди этих форумов я встретила очень часто встречающееся мнение, что мамы, женщины в разводе впоследствии не ищут себе мужа, не ищут себе мужчину, а они ищут исключительно отца и человека, который может обеспечить ее ребенком. То есть они ищут нового папу. Так ли это? Или в первую очередь женщины все-таки ищут радость там себе? Как это происходит? Женщины вообще разные и ищут вообще закрытие каких-то там своих потребностей. Но искать отца ребенку — это такой путь в никуда. Во-первых, потому что у ребенка есть отец. Даже если он за полярным кругом... Но он есть. Он есть. Ты культивируешь этот образ светлый отца, что он есть, он тебя любит. Потом он вырастет, вы с этим совсем разберетесь. Но пока маленький, он должен понимать, что папа есть, папа существует, он тебя любит и все такое. А искать ребенку отца... Ну, во-первых, не все готовы на это становиться. У нас такое все-таки еще общество, которое там чужие дети. Да? Да. Очень много таких мужчин, которые... Я с этим тоже столкнулась, когда открыла для себя сайт знакомства. У меня были какие-то розовые фантазии, что они такие, да, нормально. Не все. Потому что опять-таки, видишь, смотрела опрос. Спрашивают женщин, мужчина с ребенком, вы готовы с ним вступить в брак? Одна женщина ответила да, все остальные нет, 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 нет. Ну, как бы у меня есть свои додумки, что она, скорее всего, думает, что там есть бывшая жена, это проблемы, это всегда какая-то мегера. Вот, возможно, из-за этого. Потому что, ну, по сути, ну, дети, ну, это же, ну, какая разница в твои или его дети? Есть, знаешь, еще такое, например, мужчина вырос в Сочмом. Тогда он лоялен. Ну, вот, а в этом опросе все мужики ответили, это мне вообще поправно, конечно, конечно. А дети мужчины? Я тебе скину этот опрос. Почему я начала тебя об этом спрашивали? Потому что ты прям классный такой пример. Когда был Тиндер в России, ты пользовалась Тиндером, сейчас ты пользуешься другими, да, сайтами приложения. То есть ты просто, с этими знакомствами, ты постоянно ходишь на какие-то свидания. Хожу. Да. И еще освещаешь у себя это в специальном канале, да. Да. Вот. Это прикольно. Мы же кого-то обсуждать. А ты читаешь? А? А ты читаешь? Нет, потому что я каждый раз, когда жду ссылку, ты просто выкладываешь, мол, типа, там, вот, в том-то канале. Я такая, а ссылка? И я ни разу на нее не попадала. Серьезно? Да, я не попадала. То есть я высылаю ссылку по запросу только своим, потому что не хочу, чтобы читали. Участники свиданий. А я-то, я ждала, что ты выложишь. Ты каждый раз, я выложила историю на канал, я такая думала, когда будет ссылка. Он же закрытый только для своих, я уже думала, давно там все. Девочки, мы знаем, что делать. Все пишем, мол, добавьте меня в канал, где мы обсуждаем мужиков. Вот, ну, короче, ты прям классный пример. Когда ты начала ходить на свидания? Через сколько после развода это произошло? Через год. То есть ты год морально готовилась или что? Я... То есть ты не могла позволить себе ментально как-то или что это было? Развод надо прожить, пережить до конца. И понять, что ты готова просто вообще общаться с другими людьми, с другими мужчинами. Я, в принципе, со своим бывшим мужем со школы. Я вообще без понятия вообще, как знакомиться, где знакомиться. Поэтому я, в принципе, интроверт, работающий дома. Если только мужчина просто залетит в окно, и как бы, может, мы еще познакомимся. Здравствуйте, я газ проверять пришел. Ну, у них, кроме как сайты знакомств, меня уже подталкивала подписчики. Оля. Ну, вот, начинались вот эти вот трэшовые анкеты. Я думаю, ну, как бы не познакомлюсь, так контент будет, почему нет? И я пошла. Ради вот прям, вот по приколу, я пошла ради веселья. Много прям куканы. Много чего? Куканы встречала. А, ну, у меня есть коллекция, конечно, да. Дикпики шлют. Не, а вот, когда ты приходишь на свидание, бывает ли такое, что ты приходишь, а там прям, ну, прям совсем странный персонаж? Нет. Все-таки сначала идет переписка, и ты узнаешь вообще там степень адекватности. То есть они не могут как-то там более-менее прикрыться к этой переписке? Нет, нет. Они сразу говорят, что нету рачок. Мужчина прямолинейный. Нет такого, что он прикидывался таким приятным парнем, а ты пришла на свидание, он плащ распахнул, а там ничего. Нет, такого нет. Еще и ничего. Еще и ничего вообще, даже посмотреть не нужно. Нет. Ну, как-то они обычно, мужчины не любят долгих переписок, а мне важно, я же пишу, переписка, она вообще задает тон как минимум свиданию и дальнейшему общению. И если переписка, вот она тухлая, ты понимаешь, что и свидание будет таким. И это прям вот подтверждалось неоднократно. И я сначала скачала Тиндер, пообщалась там, потом скачала до кучи мамбу, и это просто какой-то кошмар был на мамбе просто. Я думала, я в какую-то мужскую тюрьму попала. Просто там первые, я не успела загрузить фотографии, но просто создала анкету, что-то там о себе написала, и получила там 100 плюс сообщений. Из них 90% были предложения. А где же твой курс, как заполнить свою анкету на сайте знакомств, которые тебе писали? Ну, нет, это можно такой курс запускать, если ты нашла кого-то на сайте знакомств, ты говоришь, вот смотрите, какой хороший там мужчина. Нашла вот тут ссылки. Ванечку, у меня с мамбы. Да-да-да, вот, а так, зато в процессе вообще общения с другими парнями я поняла, что я не хочу сейчас никаких отношений. Или ты не хочешь отношений с таким типажом мужчин, который там? Ну, с таким... Или если такой приходит, знаешь, такой, ну, твой идеал, ну, Том Харди приходит, только не дева, да, Том Харди не дева приходит такой, и такой говорит, Оль. Ну, я как минимум, конечно, я начну общаться. То есть всё-таки условие, что я не хочу общаться с такими чуваками, но... Скажем так, ещё не попался такой парень, который прям... Ну, я сложный вариант. У меня тут дети, собаки... Они вообще на каком свидании говорят про ребёнка? Они как на это реагируют, как акцентируют внимание? У меня в анкете было сразу написано, у меня есть сын, собака и чувство юмора. Всё. Это не отталкивало никого. Угу. А не читали этот пункт? Кто-то да, кто-то нет. Мужчины вообще такие читающие... Но они фотку полистали такие, ой... Конечно, они полистали фотку... Глаза красивые. Дальше не пошли. Ну, грамотное фото, это всё, 80% успеха. Кто-то... Для них ребёнок это не помеха, он же не собирается жениться. Поэтому он такой, ну, ребёнок, ребёнок. Ладно, а если мы говорим о парнях, которые всё-таки ищут себе серьёзные какие-то отношения, наверняка ты таких встречала. Вот. Когда им говоришь о ребёнке? Как он реагирует? Что вообще происходит? Адекватный парень, зная твой возраст, воспримет наличие у тебя ребёнка абсолютно нормально. Он скажет, было бы странно, если бы там к 36 годам у тебя бы не было детей, меня бы это насторожило, особенно если у него есть ребёнок, например, от предыдущих отношений. Он это воспринимает. Адекватный мужчина воспримет у тебя наличие хоть восьмерых детей, он воспримет это нормально. Он скажет, ну, сложновато, многовато, но... Надо больше работать. Надо больше работать, да. Поэтому из всех, с кем я встречалась, ни один сказал, о боже, у тебя есть ребёнок, я пошёл. И как всё-таки? Ты сначала начинаешь общение как женщина, и потом говоришь, что я ещё и мама? Или сразу говоришь, я мама, и потом уже общаюсь как женщина? Ну, если я спрашиваю анкету, читал анкету? Он говорит, да. А если ты не на сайте знакомишься? А где? Ну, не знаю, где-то в кафе, библиотеке, на улице, на тренировке. Нет такого. Это тренер какого-то из детей. Ну, зачем ты все карты раскрываешь? И такое было. Ну, тренер, конечно, он знал. Я с детьми приходила на тренировку со всеми. Он, правда, не понял, где какие дети мои, какие не мои. Но, в принципе, тренера, как правило, очень любят детей. И наличие детей их не смущает вообще. Тренера вообще дужки. Поэтому вывод? Вывод – ищите тренера. Ищем тренера, чтобы было как-то еще и стоматолог. Тренер-стоматолог. Тренер-стоматолог. Очень прекрасно. Блин, ну, ладно, с тренером была история, но со стоматологом не было. Может быть, у Павел Юрьевича есть какие-то холостые друзья. Я рассмотрю вариант. Бе-е-е. Как раз ребенка зуб надо потащить. Как ты считаешь, вообще, опять-таки, такая фраза «нужно сохранять семью ради ребенка». Насколько она имеет место вообще быть, имеет право на существование? Если сохранять семья ради ребенка, то рано или поздно ребенок из семьи выпорхнет во взрослую жизнь, а что останется? А они потом такие говорят, ну, сколько лет прошло, стерпится, слюбится, вы уже как бы друг к другу привыкли. А во взрослом возрасте какая страсть, какая любовь, ты уже как бы там взаимовыгода. Вы живете, попки друг к другу подтираете, там кашу перемолотую уже есть вместе. Я с бывшим мужем не смогла сохранить семью ради ребенка. Я такого варианта, наверное, и не вижу. Ну, вот мне кажется, это не рабочая схема. Есть, я знаю, пары, которые живут ради детей. Они как родители, возможно, там несут какие-то функции, выполняют. Но если, например, мы изымаем детей на выходные к бабушке, это просто молчаливые соседи. И я сомневаюсь, что они там что-то хотят подтирать в старости. То есть не стерпится, слюбится уже? Мне кажется, это работало вот там лет 50 назад. Вот во времена родителей многие там бабушек, дедушек там стерпится, слюбится, терпи. Как соседи. Бабушка так и как бы говорила, ты что, ну все терпят. Я говорю, ну, как бы, а что терпеть-то? Да, ну, можно, а можно, например, разойтись и начать какую-то новую жизнь, пока тебе еще там не 60. А можно ли как-то вообще, в принципе, вот это вот отношение, мы с тобой до этого говорили, что отношения к семье сейчас никакое, по сути, да? Не знаю, у тебя было, нет? У меня в школе был предмет этики и психологии семейной жизни. Нет, нет. Не было, мы там обсуждали вопросы, когда можно вступать в брак. Один из пунктов, я прям помню, ну, грубо говоря, по залету. По залету можно вступать? Да, ну, естественно, чтобы вот у ребенка были родители. То есть вот этот пункт мне хорошо запомнился, остальные пункты я плохо помню. Ну, наверное, там, что-нибудь, когда вы любите друг друга. Наверное, у меня вот такого предмета не было, поэтому я и не знала, когда вступать в брак. У меня было четко, что я заканчиваю учебу, устраиваюсь на работу. Сначала мы живем вместе, а потом мы очень долго жили вместе. Мы вообще со свадьбой не торопились. И мы вообще поженились, ну, скажем так, начали суетиться со свадьбой, потому что у меня не стало папой. И мы такие, бабушка старенькая, ну, как же так? Родственникам надо устроить праздник. Надо устроить праздник. Свадьба была абсолютно ради родственников. Но я не могу сказать, что мы в браке жили плохо. Десять лет. Десять лет браки, ну, как бы, они не протянут на добрососедстве или там отсутствие чувств. Нет, такого не было. Все было классно, меня все устраивало. А потом, я считаю, что ради детей сохранять брак. Нужно сохранить отношения цивилизованные и родительские. Но и сохранить уважение. У меня все-таки как, возможно, есть какие-то способы вот в наше поколение будущее, да, вот наши дети сейчас растут, вселить им в бошки, что семья — это важно. Это же делается как? На собственном примере, на примере сказок, на примере чего? Какие могут быть пункты для того, чтобы вот этот институт уважения к семье, институт семьи... Нужно показывать, что семья бывает разных форматов. И это тоже нормально. Мы сейчас не будем скатываться в европейские стандарты. Не будем, потому что у нас не привлекут. У нас совсем другое. Но вот даже вот мы сейчас, дети задают вопросы. А почему там, грубо говоря, у того Вани есть папа, а у меня нет? Да, у нас вот такая модель семьи. Зато у тебя есть там брат, сестра, там тетя, мама, собака. У тебя вот такой формат семьи. Папа тоже есть, но он живет отдельно. И это, да, вот так бывает. То есть, да, это логично. То есть, ты прививаешь уважение не только к той семье, где есть мама и папа, а что все остальные родственники, это как бы тоже твоя просветительная. Да, это тоже семья. Ну, вот такой формат семьи. Но семья, где мама, папа, дети, это тоже прекрасно. Вот посмотри, там вот те-то-те-то, вот у них там мама, папа, да. Ну, вот у нас вот так. Но это неплохо, нехорошо. Это вот как есть. То есть, дети вообще, они пластичные, они как норму воспринимают. Можно им вообще привить все, что угодно. Ну, они другой жизни не знали. Да, да. А ты заметила, когда это развелось, какое-то отношение со стороны общества к тебе изменилось, нет? Почему такой вопрос? Потому что весной я прочитала очень, для меня очень странный пост у другого блогера, не будем так и пальцем, да. Но там было написано, что женщина в браке всегда ценилась и уважалась больше, чем женщина, которая в разводе. И там обсуждалась как раз-таки тема, вот какого черта вы все разводите, вы должны бороться за семью до конца, какие-то там тренинги, курсы проходили. Естественно, тут же продавался курс про то, что как там возродить свои чувства к мужчине. Вот. Мужчинкам я не видела такой курс, как возродить чувства к женщине. А вот зря. Вот. И то есть преподносилось это так, что женщина, которая в разводе, к ней не так уже относится. Я помню, что говорила моя мама, когда я была маленькая. Она, не знаю, зачем она это со мной обсуждала, но она обсуждала этот момент, что вот мои вот эти вот подруги, они стали меня звать редко к себе, потому что у меня нет мужчины, они боятся, что я уведу у них мужа. Вот. И сейчас с моей вот этой взрослой позиции я думаю, так, это что за бред? Во-первых, потому что для меня дикостью полной является вот этот пост с подачей, что женщина не так ценится, ее не так уважают. Со второй тоже женщина какая-то придет и уведет моего мужа, какая-то подруга вопрос такой. Вот. Как-то ты почувствовала изменения со стороны общества к тебе, по отношению к тебе? Нет, видимо, развод уже настолько стал нормой, что женщина в разводе воспринимается как такая же женщина. Вообще, ну как можно сказать, что она лучше или хуже той, которая в браке? Ну как? Что на ней клеймо? Я бы подумала, если бы это была какая-то восточная женщина, для которой вот эти семейные традиции очень сильны. Но сейчас мне ни разу, скажем так, не отказали в покупках. То есть не было такого, что подружки тебе остали? Вы разведены, я вас обслуживать не буду. Подружки в гости зовут. Подружки в гости зовут. Во-первых, у меня подружки все практически разведены тоже. Вообще, после развода рушится вот это понятие «мы», и возникает понятие «я». И ты, особенно после долгого брака, ты начинаешь думать, а я про что? А что я люблю? Или это все-таки след от раннего начала отношений? Ну, может быть, и это тоже. Но многие женщины в браке растворяются. Вот сейчас вот, допустим, возьмите какую-нибудь среднестатистическую маму и спросите, а что ты любишь? Куда бы ты сходила, если бы сейчас, вот, допустим, сейчас бы у тебя не было детей супруга, куда бы ты пошла? Что бы ты сделала для себя? У меня просто такое окружение, что, наоборот, каждая женщина, она в семье отдельная такая, единица общества, и она всегда знает. А я видела вот на дне рождения. Я посмотрела, как папа общается с детьми, это потрясающе просто. Всем мужчинам просто, если они будут смотреть, мужчины, общайтесь с детьми. Это очень привлекательно для женщины. Это будет лучше, чем если вы там, я не знаю, купите ей какой-то шикарный подарок, но при этом... Но кольцо не забудьте купить красивое и общайтесь с детьми. Да, но если ты придешь не только с кольцом, но и с мечом для ребенка, там, для мальчика, или с куклой для девочки, и это прям будет... и поиграете еще с ребенком, то это вообще потрясающе. Это будет круче, чем просто кольцо. И мне хотелось бы завершить, как всегда я завершаю подкаст вопросом, какие ты могла бы дать, возможно, советы практически девочкам, которые вот сейчас находятся в самом начале, то есть ситуации, в которой когда-то оказалась ты, то есть они сейчас думают о разводе, или они уже разводятся, и вот только-только-только развелись, и она осталась с ребенком одна. Что я делаю, да? Тут немножечко я хотела бы влезть успеть, да, со своей позиции человека, который рос без отца, что я могу сказать, что я действительно очень сильно благодарна своей маме, что она, да, говорила плохо об отце, но не так много, как это делают некоторые, да, поэтому, в принципе, я что-то додумала, что-то дофантазировала, у меня было пару фотографий отца, то есть я могла что-то там представить, и поэтому у меня образ отца в голове какой-то сформировался. Да, мне все равно было, что проработать с психологом, но я думаю, что это все-таки в меньшей степени, чем если бы мне всегда говорили, что, ой, да, он такой плохой, такой прям, ты прям, даже не думаю, он такой конченый. Вот, то есть мне кажется, что если все-таки, вот как ты говоришь, да, рассказываешь, что папа, он где-то есть, и он хороший, и он тебя любит, даже если это не так, да, то это очень сильно оставляет отпечаток на человека, который растет, да, с твоей позиции. Какие можешь дать советы девчонкам? Развод нужно принять и выстраивать свою жизнь дальше, и искать помощь, прям физическую, эмоциональную, если есть возможность работать с психологом, идти прям вот за помощью, потому что никого не учат правильно разводиться, как теперь жить, как выстраивать вообще свои отношения с бывшим супругом, как в социум вообще вливаться. Да, они учат как в семье себя вести, не то, что после развода. Семейных психологов много, но мало кто к ним идет. Кстати, про психологов. Можно по ОМС, если вдруг кто-то не знал, можно получить консультацию психолога по ОМС. Если вдруг вам нужно это, то имейте в виду. Это шикарно. Поддержку получать обязательно надо, потому что женщина, как правило, после развода остается вот один на один. Она ребенок, там, заботы. Если еще нет сестры, которая может приехать, мне кажется, это шикарно. Да, и если есть, я бы рекомендовала всем женщинам объединяться с другими женщинами, которые в такой же ситуации, и помогать друг другу. Да, вот такое, создать вот такую, хотя бы на какое-то время, вот такую семью, где сегодня там ты с детьми, а я имею возможность просто попить там кофе в одиночестве, в кофейне возле дома, просто побыть одной. Этого иногда достаточно просто, чтобы перезагрузиться. Искать помощь, это вот, ну, прямо-то... Телематерно поработать. Поработать. Тебе надо кормить. Да, да, нужно много работать, потому что теперь вы рассчитываете только на себя. Потому что папа, если помогает, классно, но может и не помогать. Поэтому такое тоже бывает. Тут спасибо еще нашим новым технологиям, да, что можно хотя бы... Что можно одной ногой качать коляску, а второй работать, да. Что можно освоить, действительно. Можно. Ну, сейчас удаленных профессий вообще куча. Просто выбирай себе по любви, какая тебе нравится, и вперед. Ну, вообще, я хотела бы сказать, что жизнь после развода есть, и она классная. И свидания есть, и тренировки здесь красивые. Спасибо большое, что были с нами, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчики. Если вы слушаете, ставьте на Яндекс.Музыке, на Яндекс.Подкастах, что там сердечки. И пишите в комментариях, на какие темы вы бы еще хотели послушать подкасты, какие героев не позвать к себе. Всем спасибо большое, увидимся, услышимся в следующий раз. Субтитры подогнал «Симон»!